Облагородим территорию города. Хочешь работать? Поможем устроиться. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Галия Гельфанова. В Казанском федеральном университете состоялся знакомительный визит участников международной конференции «Шелковый путь» и подписание соглашения о сотрудничестве Союзом Арабских Университетов. Россия стремительно наращивает сотрудничество со странами Азии. О том, как это повлияет на мировой порядок, узнаете далее. В высшей школе государственного и муниципального управления прошла лекция «Россия и Азия. Поворот на восток». Спикер выступил для государственных служащих, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности. Я читаю две лекции. Одна посвящена как раз внешнеэкономической деятельности России, непосредственно Татарстана и Китая. Взаимодействие с партнерами, ну и, собственно говоря, новые перспективы и новые проблемы, которые открываются. А вторая лекция посвящена общим проблемам взаимодействия с Азией, потому что, конечно, разворот России на восток произошел, и нам нужно перестраивать очень многие, не только товарные потоки, но в том числе и наши некие ментальные паттерны, то есть как работать с азиатскими странами, при этом не отдавая куски национальной экономики. Гость осветил самые волнующие вопросы российско-китайских отношений, перспективы инвестиций, существующие модели работы и ведения бизнеса в Китае, налоговые льготы, социальные сети, защиту интеллектуальной собственности. В последнее время из-за санкционной войны Запада против России все чаще идут разговоры о движении страны на восток. Речь идет о переориентации российской торговли и политике с Запада на восток, переподготовке кадров, которые готовы работать с восточным миром, о понимании роли России в регионе. Эксперт заключил, что интеграция России в азиатский мир – очень долгий процесс, но вполне возможный. Важно понимать, как выходить на китайские рынки, не отдавая своих торговых марок, не просто опытовым образом сбрасывая российские товары, но присутствуя не только на китайском рынке, но и вообще в целом на азиатских рынках. Но китайский рынок жесткий, плотный, конкурентоспособный, поэтому нужно, соответственно, понимать, каким образом делать так, чтобы это все-таки было в пользу России, а не только в пользу каких-то частных китайских бизнесменов. На базе Казанского федерального университета функционирует самый старейший институт востоковедения, целью которого является подготовка квалифицированных специалистов по языкам, культуре, истории, экономике, политике стран Востока, Азии и Африки, способных работать как в системе образования, так и в государственных и муниципальных учреждениях различной направленности. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. 7 декабря в лицее Лобачевского состоялся ежегодный математический марафон. Ученики седьмых и восьмых классов боролись за звание самого умного коллектива. Подробности смотрите далее. Математический марафон посвящен 230-летию со дня рождения величайшего ученого всех времен и народов Николая Ивановича Лобачевского. Мероприятие проходит ежегодно. Ученики среднего звена демонстрируют свои знания в быстрой схватке между классами. 7 декабря в математическом марафоне были представлены 8 секций. Лобачевка, геометрическая, определяйка, экологическая, КФУ, умножайка, финансовая грамотность и переводилка. Начиная с 2003 года мы в нашем лицее проводим математический марафон. Меняются формы, меняются цели и задачи математического марафона. Естественно, меняются участники, потому что марафон проводится все-таки для ребят, которые учатся в 6, 7, 8 классах. Им интересна эта игровая форма. И тем не менее, я считаю, что математический марафон – это одна из специфических форм привлечения внимания детей к важности изучения математики. Организаторами каждой станции выступили ученики старших классов, которые под чутким руководством преподавателей лицея помогали юным математикам. На станции Лобачевка волонтеры поведали командам историю жизни ученого, а после чего задавали вопросы. На геометрической ребята решали всевозможные задачи по геометрии. На секции «Определяйка» ребятам необходимо было объяснить значение геометрических и алгебраических терминов. Станция КФУ познакомила учеников с историей Казанского федерального университета, а на переводилке ребята смогли продемонстрировать свои знания английского языка. Разрабатываются вопросы к марафону учителями, сообществом наших учителей, все вместе. Готовим разные задачи, так, чтобы было интересно детям. С одной стороны, чтобы были близко к школьной программе, но чтобы было и не скучно детям их выполнять. По итогам турнира участников марафона ждал самый волнительный момент – оглашение результатов. Победителем марафона стал 7-й А-класс, а в число призеров вошли 7-й В и 8-й А-классы. По словам преподавательского состава, основными целями проведения марафона были выявить одаренных учащихся лицея, стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, развитию математического и логического мышления, а также активизировать творческий подход к обучению. В Казанском федеральном университете стартовал воркшоп на тему формирования модельных регламентов для типологически разных территорий города с участием Дмитрия Наринского. О том, как прошло мероприятие и что для себя почерпнули студенты, смотрите далее. 7-го и 8-го декабря муниципальное бюджетное учреждение Институт развития города при поддержке Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета проводит воркшоп формирования модельных регламентов для типологически разных территорий города с участием академика отделения Международной академии архитектуры в Москве Дмитрия Наринского. В рамках этого двухдневного воркшопа мы будем разрабатывать градостроительные регламенты для исторической части Казани. Мне кажется, что это очень важно с точки зрения развития города и навыков молодым специалистам практической работы с городской средой. Основной целью мероприятия является обучение навыкам самостоятельной разработки градостроительных регионов для различных типологий городской среды. Очень важно развиваться в этой сфере, и поэтому очень ценно послушать такого профессионала. И, естественно, это уже будет в формате как практика, то есть мы параллельно и слушаем, и сразу применяем знания на территории, которые мы изучили предварительно. Поэтому я считаю, это очень важно для архитекторов, градостроителей повышать свой скилл такими событиями. Воркшоп также можно будет посетить 8 декабря. В рамках мероприятия пройдут лекции о принципах дифференциации территорий и формирования градостроительных регламентов, а также практические занятия для студентов. Адалина Абдрахманова, Фаридзе Хитуглы, Универньюз. Университет уже не первый год проводит мероприятия, направленные на помощь студентам в трудоустройстве. О том, как этот день провели студенты сегодня, узнаете далее. 7 декабря Казанский федеральный университет вновь провел маркет-вакансий «Начни карьеру» на Совком Дэй. Мероприятие традиционно прошло в концертном блоке КСК КФУ «Уникс». Мероприятие направлено на то, чтобы увеличить насмотренность студентов на Совком Банк. То есть сегодня мероприятие такого профессионально-ориентационного характера. Сегодня студенты увидят, что такое Совком Банк, какие направления работы в нем имеются. И затем, после мероприятия, уже студенты узнают о всех вакансиях, которые есть на данный момент в Совком Банке, и смогут на них откликнуться. В начале мероприятия для студентов подготовили стендовые выставки, где ребята смогли ознакомиться с вакансиями. Также для гостей мероприятия прошли различные лекции, паблик-толк на разные темы, бизнес, игры и другие интерактивные площадки, где студенты принимали активное участие. Мы решили прийти на это мероприятие, потому что считаем, что мы получим много классных эмоций и познакомимся с новыми людьми, с которыми мы можем потом проводить дальнейшую практику. Также на мероприятии были представлены площадки, где студенты могли поподробнее узнать о той или иной сфере деятельности Совком Банка, а после пройти стажировку. Мы в Совком Банке более четырех лет развиваем чат-ботов, внутреннюю экспертизу по разработке и сопровождению этих технологий, по автоматизации диалогов. Финальной частью мероприятия стала лотерея, а также награждение победителей, участвующих в розыгрышах и бизнес-играх. Адалина Амдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. О великом математике, а также ректоре Казанского университета расскажет Амир Ахтямов. 1 декабря день рождения великого русского математика, ректора Казанского университета Николая Лобачевского. Помимо его ректорской деятельности, он также являлся директором научной библиотеки, в которой из сюжета в сюжет снимается наша рубрика. Создание библиотеки было предусмотрено уставом Казанского университета, подписанным 5 ноября 1804 года императором Александром I. В начале ее функция выполняла библиотека Казанской гимназии, на базе которой был открыт университет. Как самостоятельное подразделение университета, библиотека существует с ноября 1806 года. В 1825 и 1835 годах библиотекарем Казанского университета, по нынешней терминологии директором библиотеки, был Николай Лобачевский. Научная библиотека Николая Лобачевского подобрала нам раритетный материал. Это ученые записки, издаваемые Императорским Казанским университетом. Интересно, что сам Лобачевский рассуждал на тему науки, а именно о новых началах геометрии с полной теорией параллельных. Стоит отметить, что данный экземпляр выпускался в Казани в университетской типографии в 1836 году. В научных записках Лобачевский строил свою геометрию, отправляясь от основных геометрических понятий и своей аксиомы, и доказывал теоремы геометрическим методом, подобно тому, как это делается в геометрии Евклида. Основой служила теория параллельных линий, так как именно здесь начинается отличие геометрии Лобачевского от геометрии Евклида. Интересно, что работая в библиотеке, Николай Лобачевский занимался комплектованием фонда, обеспечив рукописными и книжными собраниями все научные направления, развивающиеся в стенах Казанского университета. Лобачевский организовал тщательную проверку наличия всего книжного фонда, а также был причастен к составлению каталогов, сохранившихся до наших дней. Наконец, благодаря его стараниям и усилиям было осуществлено строительство двух библиотечных помещений в главном корпусе университета, а затем и обособленного строения для библиотеки. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюс. Подведены итоги третьего республиканского конкурса «Инженер года» представителя Казанского федерального университета в числе победителей. Мероприятие направлено на выявление поощрения лучших представителей инженерной профессии, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников. По итогам были определены 36 победителей, пятеро из них из Казанского федерального университета. В Доме культуры имени Ленина состоялся гала-концерт 27-го Казанского межвузовского фестиваля «День первокурсника-2022». Казанский федеральный университет стал обладателем высшей награды фестиваля в большой группе, войдя в платиновую тройку вузов города. Также награды разных достоинств получили 34 студента вуза. Студенты Казанского федерального университета представили номера в танцевальном, театральном и музыкальном направлениях, оригинальном жанре, специальных номинаций для иностранных студентов и цифровой дебют, а также в направлении журналистика. На этом все. В студии была Галия Гельфанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»